Скажите, пожалуйста, почему такие мероприятия, как Всемирный симпозиум по индикаторам, важны для экспертов в области статистики? И какова она вас ждет роль статистики в развитии КТ в целом? Индустрия телекоммуникации и сферы КТ на сегодняшний день развивается очень бурными темпами, но, к сожалению, имеется разрыв между развитыми и развивающимися странами. Данные подобные мероприятия непосредственно отражают разницу и разрыв между странами. Сбор статистических данных очень важен для всех стран, но больше всего для развивающихся стран, что позволяет обменяться опытом с развитыми странами, познать всю важность этих индикаторов, суть индикаторов и что это даст. То есть все положительные стороны вот этого рейтинга. И в свою очередь Узбекистан тоже очень заинтересован в участии в подобных мероприятиях. Мы очень рады представлять делегацию Республики Узбекистан на данном мероприятии. И думаем, что наше участие очень плодотворно отразится на нашей позиции в дальнейшем в этом рейтинге. Спасибо. По сравнению с 2016 годом Узбекистану удалось подняться в рейтинге на 8 позиций, заняв первое место в мире по динамике развития ИКТ. Вчера директор бюро развития МСР вручил вам награду МСР-ADI в качестве признания этого достижения. Насколько для Узбекистана важен результат? И какие государственные программы и решения в области политики ИКТ позволили Узбекистану добиться такого значительного прогресса? Нам было очень приятно принять эту награду. В 2016 году мы только начали получать результаты нашей предыдущей работы. И эта награда является некой мотивацией для всех экспертов, всех сотрудников области телекоммуникации Узбекистана и ИКТ. И то, что мы, Узбекистан, заняли 95 место в общем рейтинге стран-участников МСР, это не является пределом для нас. И то, что доверие правительства и реализуемые проекты, то та политическая воля, которую именно представляет Республик Узбекистан, и те ресурсы, те возможности доказывают, показывают, что мы можем достичь более высоких высот и повысить наш рейтинг, нашу позицию в этом рейтинге. Непосредственно правительством реализуется несколько проектов. Для примера можно сказать, что утверждена комплексная программа по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на период 2013-2019 годы. Сейчас мы в середине реализации вот этого проекта, программы, и мы начали как бы собирать плоды вот этих проектов. Данная программа включает все направления развития инфраструктуры телекоммуникаций, вплоть до сельских местностей.